Здравствуйте, друзья! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Сегодня я помогаю моим восьмиклассникам справляться с контрольной номер 2 по учебнику Мерзляка. Тема деления и умножения рациональных дробей. И немножко о свойстве степеней здесь тоже будет. Друзья, ну давайте делать. Вот не будем тратить время, давайте. Нам всегда нужно в голове держать 4 приема. Это домножение на минус единицу, вынесение за скобки, сокращение и формулу сокращенного умножения. Давайте сразу смотреть, что будет в номере 1. Я вижу, что здесь мы напишем все выражение с одной дробной чертой. Затем будет сокращение, я его вижу. Ну и пока все. Вот пока сокращение из этих 4 пунктов, сразу вылезло сокращение. Давайте переписывать. 56 х в кубе, у в четвертой умножаю на скобку, в ней пишу минус. z в четвертой, закрываю скобку, ставлю одну общую дробную черту, пишу z в пятой степени умножить на 16 х в квадрате у в шестой. Делаем, ребята, сокращение. Когда вы делаете сокращение букв, вы смотрите на степени. Если у нас одинаковые основания, а вот у и у, то мы сейчас будем делать вычитание степеней. Посмотрите, как буду делать. у в шестой и у в четвертой я сокращу на у в четвертой. То есть поделю. у в четвертой делю на у в четвертой и получаю единицу. Вообще один получится. А у в шестой поделить на у в четвертой. Я вычту степень из шести, вычту четыре. Тут получится вторая степень. х в квадрате и х в кубе буду делить на х в квадрате, то есть сокращу. х в квадрате поделю на х в квадрате, получу вообще один. А здесь вычту из трех второй степень и получу х в первой степени. На z в пятой и z в четвертой то же самое. Здесь полностью уйдет z, но останется минус. Мы его перенесем в начало выражения. Сразу поставлю. А z в пятой сделаю вычитание четверки. Из пяти вычитаю четыре. Получается z в первой степени. То есть просто буква z останется. Теперь посмотрю, на что делится и 16, и 56. Уверена, что на 8. Сокращаем на 8. 2, а тут 7. Все, производим теперь умножение. 7 умножаю на х и умножаю на 1. И умножаю на минус. Минус уже стоит. 7х, зеленое на z осталось. 2 осталось и у в квадрате остался. Так и напишу. 2 число в начало ставьте. Потом у в квадрате давайте поставим. Потом z. Здесь вас ловят на то, что вы не умеете делить на рациональную дробь. А я из целого выражения сделала сразу дробь. Каким образом подставила дробную черту и единицу поставила. Все. Теперь, когда мы будем делить на эту дробь, мы умножим на обратную ей. То есть я поменяю местами числитель и номинации. Смотрите, как буду делать. Напишу 72а в седьмой. Поставлю длинную дробную черту. Напишу c в десятой. Теперь единица пошла наверх. Умножим на единицу. А в знаменатель вот это пойдет. Давайте искать сокращение. О, вижу числа сразу. 24 и 72. Могу поделить на 24. То и другое. 24 на 24 делить будет 1. 72 делить на 24 будет 3. С числами разобрались. Смотрим буквы. Здесь а в третьей, здесь а в седьмой. Могу сократить на а в третьей, то есть поделить на а в третьей. А в третьей делить на а в третьей будет просто 1. А в седьмой делить на а в третьей. Это из семей вычесть 3 степени вычитаются. Остается четвертая степень. Ну что, остается только нам с вами c в десятую умножить на c в восьмой. Когда вы видите, что у вас одинаковые основания, а степени разные, при умножении вы их сложите. То есть будет c в десятой умножить на c в восьмой. Это 10 плюс 8. Будет c в восемнадцатой. Давайте переписываем тройку в числителе. А в четвертой у нас остается зеленое все это на С в 18 степени. Теперь смотрите, пожалуйста, внимательно на номер 3. Сейчас вы увидите, как повылезают наши 4 приема. Видите, 3b-3c. Сделаем вынесение за скобки. 3 вынесем за скобки. Как выносить за скобки? Повешу подсказочку. Затем 4c в квадрате оставим. Под одной дробной чертой. Все, сейчас длинную дробную черту поставим. Здесь разложим по формуле. Это разность квадратов. Ребята, формула сокращенного умножения лучше знать наизусть. Если не знаете, распечатайте, перепишите на маленький листок и носите всегда с собой, где-нибудь в кармашке. Шпаргалку сделайте. Итак, сразу выношу тройку за скобку. 3 вынесла за скобку. Осталось b-c. Ставлю большую длинную дробную черту общую. Умножаю на 4c в квадрате. Здесь будет деление на c. Давайте я разложу сразу эту формулу. Это b-c, умноженное на b плюс c. Ребята, не будете знать формулы сокращенного умножения, вам будет тяжело. Давайте сокращение делаем. b-c в числителе, b-c в знаменателе ушло. 1c ушла, осталось единица здесь. И ушла степень. Будет просто c в первой степени. Остается перемножить 3 и 4. Будет 12c. Зеленое на b плюс c. Все. Уже можем без скобок написать это выражение, потому что ему ничего не мешает. Раньше мешало бы минус c, а сейчас, пожалуйста, можно без скобок. Сначала, как всегда, давайте анализировать. Конечно, я сделаю вынесение за скобки. Конечно, мы не забудем поменять местами числитель и знаменатель. Вот это переедет у нас знаменатель в наш числитель, и мы сделаем вынесение за скобки. А числитель, который переедет в знаменатель, это типичная формула разность квадратов. х в квадрате минус 5 в квадрате. Давайте делать. 6 выношу за скобки. В скобках остается х минус 5. Закрываю скобки. Делаю дробную черту большую. Пишу х плюс 8. Сразу возьму х плюс 8. Скобки, потому что сейчас этому выражению все начнут мешать. Ставлю тут умножение, тут умножение. Переселю знаменатель в числитель, но не забуду 2 вынести за скобки. 2 выношу за скобки. Внутри остается х плюс 8. А в знаменатель уходит разложенная формула разности квадратов, то есть х минус 5, умноженная на х плюс 5. Опять все легко происходит. х минус 5, х минус 5 сократилось. х плюс 8, х плюс 8 сократилось. Осталось 6 и 2. Это 12 в числителе. А х плюс 5, уже без всяких скобок, в знаменателе. Во втором номере, друзья, нам нужно упростить выражение. Давайте сначала с действиями разберемся, расставим действие. Первое действие будет умножение, а второе действие будет сложение. Выписываем первое действие. Проанализируем. Тут ничего не будет, все чисто. Здесь, конечно, вынесем за скобки 4. Здесь вынесем за скобки а. И посмотрим, что получится. Переписываю а плюс 7. Ставлю длинную черту, дробную. А плюс 7 беру в скобки, потому что сейчас ей все будут мешать. Умножаю на 32, выношу 4. Вынесло за скобки. Внутри останется 2 минус а. Умножаю на а, выношу за скобки. А вынесло, внутри осталось 7 плюс а. Уже вижу кое-что. Могу сокращать. А плюс 7 и 7 плюс а – это то же самое, потому что при отременном слагаемых сумма не изменится. Только с минусами так будет нельзя, если здесь будет минус, а такое сейчас будет. А мы такое делать не имеем права. 4 и 32 точно делится на 4. Сокращаем 4 на 4, будет 1. 32 на 4 сокращаем, будет 8. Выписываем результат нашего первого действия. 8 у нас будет в числителе. А, умноженное на 2 минус а, будет в знаменателе. Теперь пишем вот это выражение. Переписала. Теперь переписываю мой результат. Плюс 8, деленное на а, умноженное на 2 минус а. Я имею дело с обыкновенными дробями в сущности, поэтому обязана найти общий знаменатель. Давайте его сразу найдем. В общем, в знаменателе мы должны посмотреть, что здесь в знаменателях. Я вижу, что эти знаменатели 2 минус а и а минус 2 очень похожи между собой. Но кое-что не хватает. Вот если бы местами как-то поменять, чтобы стало а минус 2, как здесь. Можно такое делать. Это называется наш прием домножения на минус единицу. Сейчас я все это выражение умножу на минус. И знак здесь поменяется. Вот и все. Давайте сразу запишу, что наш общий знаменатель будет. А минус 2. А, потому что я вот это выражение сейчас вот в это превращу, путем домножения на минус 1. Вот здесь минус поставлю. А точно тоже будет. Здесь не хватало нам а. Здесь не было а, а здесь было. Допишем домножение на а. Сюда ни на что домножать не будем. Только на минус единицу. Переписываю 2а в квадрате минус, товарищи, 8. И вижу, что могу выносить за скобки кое-что. Я могу 2 вынести за скобки. Равно 2 выношу за скобки. В скобках остается а в квадрате минус 4. А в знаменателе пока остается а на а минус 2. Теперь а в квадрате минус 4 – это тоже разность квадратов. Она вообще, эта формула очень часто применяется в нашими составителями учебников. Любят они разность квадратов. Давайте разложу. 2, помноженное на а, минус 2. И помноженное на а, плюс 2. 2, и все это деленное, друзья мои, на а, умноженное на а, минус 2. Равно. А минус 2, а минус 2 ушло. Остается. Вот тут мнения расходятся. Некоторые учителя любят, чтобы осталось 2, умноженное на а, плюс 2. А некоторые учителя любят, чтобы мы фонтанчиком раскрыли. Давайте раскроем. 2 умножу на а, получу 2а. 2 умножу на 2, получу 4. И поделю это на а. И все. Все, сделали. Первое действие будет в скобках. Второе действие будет деление на эту дробь. Не забудем перевернуть. Вот разность квадратов, смотрите. А здесь сейчас будем искать общий знаменатель. Выписываем первое действие. Точно могу сказать, что нам нужно искать общий знаменатель. Он будет состоять и из этого знаменателя, и из этого. Так и перепишем. а плюс 1, умноженное на а, минус 1. Здесь не хватало а минус 1. Допишем. Возьмем в скобки на всякий случай. Здесь не хватало. Вот в знаменателе а плюс 1. Домножим на а плюс 1, тоже возьмем в скобки. Теперь я вижу, что а минус 1 умножить на а минус 1. Это а минус 1 и в квадрате. А вот это уже квадрат разности, а не разность квадратов. Квадрат разности тоже формула. Вычитаю, а здесь а плюс 1 и тоже в квадрате. А плюс 1 и тоже в квадрате. А вот это квадрат суммы. Теперь нам с вами нужно разложить квадрат разности и квадрат суммы. Давайте раскладывать. Я в скобках буду на всякий случай. Я уверена, что раскрывается эта формула вот как. А в квадрате минус 2а плюс 1. Ставлю минус и ставлю скобку. На всякий случай. Я так страхуюсь, потому что я знаю, что если перед скобкой стоит знак минус, то, знаете, поменяются внутри. Но давайте сначала просто формулу раскроем сначала. А в квадрате плюс 2а и плюс 1. И все это делим. А давайте я напишу это как разность квадратов. То есть а в квадрате минус 1. Равно. А вот теперь раскрываем скобки. А в квадрате минус 2а плюс 1. Внимание, минус. Раскрываем скобки. А в квадрате минус 2а минус 1. И все это делится на разность квадратов. А в квадрате минус 1. Равно. А в квадрате минус а в квадрате уходит. Плюс 1 минус 1 уходит. Остается минус 2а минус 2а. То есть минус 4а. Деленное на а в квадрате минус 1. Теперь нужно вот эту дробь помножить на дробь обратную вот этой. Это будет второе действие. Переписываю нашу дробь. Минус 4а деленное на а в квадрате минус 1. Беру сразу в скобки, потому что сейчас ей все будут мешать. Переписываю знаменатель в числителе. То есть 1 минус а в квадрате. А 2а поедет жить вниз. Опять та же история. Здесь а в квадрате минус 1, а здесь 1 минус а в квадрате. Я сейчас домножу эту дробь на минус 1. Тогда получится вот что. Тут же минус 1 даст нам возможность превратить эту дробь вот в эту, и мы ее сократим. Но здесь появится минус. Но минус, когда он умножится на этот минус, будет же плюс. Так что я даже сейчас ничего писать не буду. Я сразу мысленно в голове напишу плюс. Этот минус исчезнет. Почему? Потому что я домножила эту дробь на минус 1. А минус, помноженный на минус, будет плюс. А вот эта дробь превратилась в эту. Из-за волшебного приема домножения на минус 1. Убираются минусы. Осталось 4а, умноженное на а в квадрате минус 1. Деленное на а в квадрате минус 1, умноженное на 2а. Равно. Сокращаем. Теперь 4а и 2а тоже посокращаются. Буквы сразу уйдут. А 2 и 4 сократим на 2. 2 делить на 2 будет 1, 4 делить на 2 будет 2. Ответ в этом уникальном номере просто 2. Доказать тождество – это значит делать преобразование сначала левой части, потом немножко подделать в правой части, а потом посмотреть, получится справа и слева равно или нет. Предлагаю разбить на действие. Первое действие пускай будет в этой скобке, второе действие в этой скобке. Потом будем делить одну дробь на другую, не забудем поменять местами числитель и знаменатель, а потом кое-что докрутим здесь. Давайте пробовать. Выписываю первое действие. Давайте я его буду выписывать сразу с преобразованиями. b в кубе я оставлю. Теперь. Я знаю, что b в квадрате минус 8b плюс 16. Это точно формула. Вот как она будет выглядеть. Квадрат разности. Теперь минус b в квадрате деленное на b минус 4. Я вижу, что я имею в виду с обыкновенными дробями, значит, мне нужно посмотреть на знаменатели, если они разные, а они немножко разные. Надо искать общий. Вот здесь было b минус 4, да, но здесь-то b минус 4, помноженное на b минус 4, то есть b минус 4 в квадрате. Значит, сюда мне придется домножить на b минус 4. Тогда общий знаменатель становится b минус 4 в квадрате. b в кубе переезжает сюда. Минус переезжает сюда. b в квадрате умножить на b будет b в кубе. А вот здесь, внимание, ребят, тут было минус b в квадрате, я умножаю на минус 4. Минус на минус даст плюс 4b в квадрате. Вот как будет. b в кубе и минус b в кубе сократились. Результат этого нашего первого действия будет вот какой. 4b в квадрате, деленное на b минус 4, и все это в квадрате. Работаем со вторым действием. Его я тоже перепишу, сделав некоторые преобразования. Вот здесь в знаменателе. Делаем b в квадрате, в числителе пишем. Это разность квадратов. b минус 4 умноженное на b плюс 4. Затем вычитаю b минус 4. В скобочке возьму. Мне так больше нравится. Равно. Одну общую дробную черту ставим. Работаем со знаменателями. Вижу, что они разные. b минус 4 есть, b минус 4 есть. Перепишу сюда b минус 4. b плюс 4 должно быть? Да, должно. Я его тоже перепишу в общий знаменатель. А здесь не было b плюс 4, поэтому я домножу на b плюс 4. Вот нашу b. Что получится? b в квадрате перепишу. Минус b в квадрате перепишу. А минус b умножить на плюс 4 будет минус 4b. Равно. b в квадрате и минус b в квадрате уйдут. Останется минус 4b зеленая. Но давайте я эту формулу соберу в кучку. Это b в квадрате минус 16. Теперь, друзья мои, нам нужно сделать третье действие. То есть взять первую дробь и помножить на дробь обратную той, которая у нас получилась во втором действии. Продлеваем нашу дробь. Делаем умножение. Умножение. Переезжает знаменатель в числитель. А я опять сейчас его разложу. b минус 4 на b плюс 4. Увидите, зачем. А минус 4b ушла в знаменатель из числителя. Равно. Смотрим, что сокращается. b минус 4 и b минус 4 здесь полностью сократилось. Здесь осталось b минус 4 в первой степени. 4b в квадрате и минус 4b. b уйдет. Тут b останется в первой степени. Четверки уйдут, но останется минус. Поэтому ответ в этом действии будет вот какой. b умноженное на b плюс 4 и деленное на минус, ребят, минус b минус 4. Я этот минус перенесла, перед скобкой поставила. Вот какой ответ будет в нашей левой части. Давайте докручивать правую часть. Вот я вижу b в квадрате плюс 4b. Можно b вынести. Вынесла b. Внутри осталось b плюс 4. Смотрите, уже похоже. Зеленое на 4 минус b. Вот это, вы думаете, нам мешает? Давайте я сразу перепишу b на b плюс 4. Зеленое. Посмотрите, как я сейчас поступлю. Раскрою скобки. Минус умножить на плюс b будет минус b. А минус на минус будет плюс 4. Так я ее в начало и поставлю. Все, ребят, мы только что доказали, что левая часть абсолютно равна правой части. Осталось сделать четвертый номер. Не такое уж у нас страшное, хотя последние номера всегда немножечко, знаете, ну, такие, такие. Известно, что вот такое выражение равно 65. А тогда нужно найти значение вот такого выражения. Здесь надо хорошо разбираться в формулах сокращенного умножения. Мы видим, что вот эта формула здорово похожа, здорово похожа на квадрат суммы. Но тут кое-чего не хватает. А чего здесь не хватает? Я просто саму формулу знаю, вот как она выглядит. А в квадрате плюс 2аб плюс b в квадрате. У нас есть а в квадрате и есть b в квадрате. А двойки, умноженные на а и умноженные на b, у нас здесь нет. А давайте ее домыслим. Как было бы 64х в квадрате, надо прибавить. Давайте разбираться, кто у нас а. Это 8х, потому что 8х умноженные на 8х, как раз и было бы 64х в квадрате. Поэтому 2 умножаю на 8х. А теперь додумаем, кто такое единица, деленная на х в квадрате. Это 1, деленная на х. И вот какая вещь произойдет. х и х сократятся, останется 2 умноженные на 8. То есть просто плюс 16. Ну, давайте допишем еще плюс квадрат. Вот этот 1, зеленый на х в квадрате. И равно 65. Но плюс то, что мы добавили сюда. Мы добавили сюда дважды 8, 16. Значит, прибавляем 16 и в правую часть, и в левую. Потому что в уравнении всегда надо уравнивать обе части. Сюда прибавили 16 и сюда прибавили 16. Теперь вышло, что 8х плюс 1, деленное на х, и все это в квадрате. Помните, квадрат суммы. Оно будет равняться… Сколько? 65 плюс 16. Равняется 81. А вот теперь просто смотрите сюда. Что же получается, что если это выражение в квадрате равняется 81? А что в квадрате 81? Либо 9, либо минус 9. Следовательно, 8х плюс 1, деленное на х, равно либо плюс 9, либо минус 9. Да, вот этот номер был, конечно, такой, на знание формул. Давайте ответ красиво напишу. Все, друзья, сделали эту чудесную контрольную. Обожаю мерзляка. Если у кого-то есть какие-то сложности, ребят, с вами был канал Простучилка и я, Елена Владимировна, то обязательно присылайте мне эти сложности на YouTube в комментариях под видео. Номер контрольный нужно представить или номер из учебника, автор учебника и ваш класс. А я вам помогу. Вот сейчас девчонкам моим помогала, да и ребятам тоже. И желаю вам удачи на контрольных экзаменах и ни похо ни пера.